Привет всем зрителям ютубера! Сейчас все соцсети забиты предновогодними роликами Ёлки, подарки и снег, а я решил вас порадовать Тёплым праздничным роликом из солнечной Барселоны Сегодня я вас познакомлю с испаноязычным ютубом и блогерами, которыми когда-то вдохновлялся даже Ивангай У самого популярного здешнего 30,5 миллионов подписчиков И даже Ивангая когда-то обвиняли в плагиате, и он сам признавался? Да, да, у меня жесть, как стыдно перед этим Кого он плагиатил и почему сегодня в ролике Кстати, хотел бы уточнить, почему же я сейчас нахожусь в Барселоне Если кто помнит, то в одном из видео я говорил, что недавно начал изучать испанский язык На самом деле, чуть-чуть оговорился, потому что я его изучаю уже чуть более года И вот сейчас, как говорится, захотелось на практике попробовать свои силы Если кто хочет послушать мой испанский, то переходите по ссылке в описании в инстаграм, и там можно это посмотреть Итак, испаноязычный ютуб Сразу скажу, что это не только лишь Испания На их языке говорят в Мексике, Колумбии, Аргентине, Сальвадоре и многих других странах Что позволяет блогерам снимать ролики практически для аудитории в полмиллиарда человек Именно столько людей говорит на испанском языке Для сравнения, на русском цифра в три раза меньше А самым популярным испаноязычным блогером является Эрман Гармендия Более известный как автор каналов Олосу и Херман и Хуэго Херман Его два аккаунта в сумме уже близки к отметке 50 миллионов подписчиков Если быть точным, то там сейчас практически 47 Профиль Олосу и Херман уступает лишь пьюдипаю по количеству подписанных зрителей на канал И когда Феликс Чельберг заявил, что удалит аккаунт Я вам клянусь, на 50 миллионов подписчиков И я удалю свой канал Мир перестраховался и начал называть будущим королем Ютуба именно Олосу и Херман Но оказалось, что пьюди просто пошутил и с зачилийцем осталась вторая позиция Вы только представьте, на его главном канале сейчас 31 миллион подписчиков И всего лишь полторы сотни записей Это реально крайне успешный проект Потому что для сравнения у пьюдипая на 51 миллион подписчиков приходится более 3000 роликов Короче говоря, Олосу и Херман – крутой мужик Далее я хотел бы поговорить о том, кого копировал Ивангай Но все-таки давайте поступим как джентльмена и пропустим вперед девушку И это было для видео сегодня Думайте, что вам понравилось? Слушайте, что я планирую видео очень-очень классные Я, наверное, уже надоел своей историей Но действительно, мексиканка Юя – это мой любимый блогер Не скажу, что мне нравится жанр ее роликов Но слушать ее довольно забавно И к тому же это отличная практика моего испанского языка И если вы изучаете, например, английский То мой вам совет очень хороший Это найдите себе блогера, которого интересно вам слушать И смотрите его чуть ли не с утра до вечера Тем более, что на Ютубе сейчас очень хорошо работают субтитры Юя – испаноязычный бьюти-блогер из Мексики На Ютубе с 16 лет, поэтому и URL ее профиля носит название Lady16Makeup Сейчас ей уже 23 И несмотря на то, что Юя – хрупкая, невысокая девушка Да еще есть вот таким вот голосом На Ютубе она гигант во всех смыслах слова Практически 17 миллионов подписчиков Миллиард и 800 миллионов просмотров А также престижнейшее участие В роликах YouTube Revined Здесь мексиканка едет на автобусе В видео 2015 года А вот тут уже бродит по какому-то базару В YouTube Revined 2016 Думаю, уже в скором времени копилку ее видеоработ Пополнит коллаборацию со мной Ставьте лайк, если хотите, чтобы это произошло Эль Рубиус, испанский Ивангай Его канал уже собирает третий десяток миллионов подписчиков А количество просмотров уже достигает практически 5 миллиардов Кстати, если вы тоже хотите путешествовать по миру Но все еще думаете, что это нереально дорого Могу вам посоветовать одного ютубера Который расскажет, как можно дешево отдохнуть В самых экзотических райских уголках нашей планеты Знакомьтесь, канал «Записки путешественника» Его автор забирается в такие дебри и приключения, что аж мурашки по коже Тут он расскажет, как удается постоянно путешествовать В какие страны лучше ехать, а какие облетать стороной Плюс сумасшедшие приключения Чем закончилось плавание с акулами? Покорение запрещенной вершины на Гавайях, которая ведет в небеса И восхождение на два самых опасных вулкана в Индонезии Где находится кислотное озеро И многое другое Сейчас автор находится на Мальдивах А дальше в его графике Филиппинские острова и Австралия Поэтому, кто не хочет мерзнуть и мечтает о красивых поездках Прямая дорога на канал «Записки путешественника» Ссылка в описании Обязательно подпишитесь А сейчас давайте вернемся к испанскому Ивангаю 26-летний блогер из Испании Родился на юге страны А сейчас проживает в столице Мадриде Куда я так и не добрался, хотя желание было Но все равно, для начала нужно познакомиться с Юей А потом уже можно и с Рубиусом У него, кстати, в два раза больше подписчиков, нежели у Ивангая И именно Эль Рубиуса копировал Гай Ведь знал, что идеи испанца всегда выигрышные Еще хотел бы упомянуть одного веселого парня из Сальвадора Это Фернан Фло Ведь этим парням Рудской порой чересчур вдохновляется И самым ярким примером, как мы уже говорили, являются треки в знак благодарности их зрителям А вообще Фернан Фло пусть и имеет в три раза меньше подписчиков, чем Пьюти Пай, но по просмотрам и активности зрителей практически ничем не уступает Больше половины новых роликов легко преодолевают отметку в 10 миллионов просмотров Что сказать? Безумная поддержка у этого парня Посмотрев на головной убор сальвадорца, я думаю, что ненароком вспоминается и шапка Андрея Афонина И кто не знает, у нас сейчас в группе проходит конкурс, где разыгрывается 100 призов, в том числе и шапка Андрея И все, что нужно сделать, это репост записи И вы можете осуществить свою мечту, получить подарок от Кумира Ссылка в описании Что ж, друзья, буду с вами прощаться Уже скоро прилечу в холодную столицу Не очень хочется, но пока что я здесь И хочется с вами поделиться теплой погодой Солнечными лучами и, конечно же, морем Всем хорошего новогоднего настроения Это был проект Ютубер Меня зовут Эрик Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok